Сидеть жучище. Такое вообще нельзя приносить. Сейчас показать, чтобы кто-то не заразился от него, конечно. Потому что это очень прекрасно. Больные растения есть, насекомые. Ух ты, это тоже супер. Такое нельзя. Всем здравствуйте. Конечно, как и меня, так и очень многих, судя по комментариям, это все возмущает. Меня, честно говоря, это тоже возмущает. Но, естественно, я не хочу как бы, ну не знаю, оклеветать или как наших любителей орхидеи. Можно сказать, не любителей, а люди занимаются орхидеями очень долго. Ну начну сначала. Когда я увидела это чудо, я, естественно, перестала снимать. У меня был, конечно, небольшой шок. И я, естественно, обратилась моментально к одному из наших членов клуба. Именно это был Стив, который выращивает замечательную орхидею, у которого я купила бульбофилумы. И была у него в гостях. И он сейчас в команде джаджика. Он оценивает орхидеи. Он очень, очень просвещенный. И когда я просто с бешеными глазами к нему подошла, я говорю, Стив, иди сюда, иди, я тебе покажу что-то. И я ему показала, и говорю, что это, это же ужас какой-то. Он на меня смотрит так спокойно и говорит, ну что, это же эти, это же леди баг, они же хорошие. И поворачивается, и уходит. Я, у меня, естественно, ступор, у меня шок. Я опять к нему, я говорю, как, что, он мне говорит, как бы есть хорошие, есть плохие. Но мне как-то уже неудобно было, ну, я не знаю, как-то тревожить человека. Как бы я чувствовала себя немножко тупой, честно. Потому что реакция его была, ну, совершенно невозмутимой. Хотя, ну, в общем, когда я еще изначально, когда я начала снимать видео, я, конечно, когда снимала и показывала вам вот орхидеи, я, естественно, обратила внимание, что орхидея была очень в прекрасном состоянии. Это не то, что купленная. У меня была первая мысль, что ее просто купили где-то и вот принесли сейчас сюда. Ну, когда я увидела, что нормальные горшки чистые, нормальные здоровые псевдобульбы, обалденные цветоносы, очень длинные, очень большие. И у меня какое-то двоякое чувство, что я не понимала, что происходит. Такое, ну, такое просто ненормальное. Это орхидея бы была высосана, и листья были бы ужасные, псевдобульбы, и цветы. Если такое количество их, естественно, кто-то, я кому-то еще показала. Их сразу, они обратились там к нашим, как бы, высоким, как говорится, членам нашего клуба. Их, естественно, сразу убрали эти две орхидеи. И потом они позвали владельца этих орхидеи, и он начал объяснять, что он проработал, не знаю, или в ботаническом саду, или где-то он работал, было у них очень много орхидеи. Ну да, и орхидеи, и они еще выращивали какие-то растения, и все. И, в общем, он объяснил нашему руководству, что это все, как бы, не переживайте, это все хорошо. Ну, естественно, их поставили назад. Опять же, я сняла вам и показала это все. И опять же, я в каком-то недопонимании, я к нему. Он мне начинает рассказывать что-то, что щитовка, скейл, если по-нашему рассказывать. Они не бегают, они вот присасываются к растению, и там откладывают яйца, и, в общем, они начинают сосать растения, и все. Когда же вот эти вот насекомые, они бегают, они не присасываются к растению, они не высасывают сок из растения. Он мне начал описывать их. Естественно, у меня был шок, и я не понимала вообще, что происходит. Или, я думаю, или меня за дурочку считают, или я не понимаю, что. Ну, как бы, не доверять людям я не привыкла, честно говоря. Я как-то, когда человек рассказывает, и, естественно, ставят орхидеи, и у нас очень, есть очень старые, как говорится, люди, которые не один год выращивают орхидеи, и они спокойно, никто не возмущался. И, ну, в общем, это, наверное, только начинающие, как я, можно сказать. Хотя я тоже не начинающая, но я такого и не слышала, и не видела. Ну, выставила я, конечно, это все, и думаю, ну, я все равно разберусь с этим. И когда вчера просто началось у меня бум на вот этом видео, и все начали комментировать, и я, естественно, я тут же написала, как бы, смс-сообщение этому Стиву. И говорю, Стив, напиши мне, пожалуйста, что вообще... Он мне говорит, ну, вот есть плохие, есть хорошие. Я начала гуглить, начала гуглить этих... То, что вот у меня Мэлли Баг, он мне сказал. Это обыкновенные божьи коровки. Естественно, я прогуглила, как они вырастают. Там они... Я ему фотографировала, и что они коричневые, что они никакие не белые. Он с меня просто... Ну, я не знаю, ну, смеялся через смс. И вот он мне, как бы, пишет, что вот где становится, как бы, сложным, да? Что есть хорошие, есть плохие. И он мне пишет, что есть божьи коровки, которые плохие. Эти коровки называются с 28 точками. Это же мне и, как бы, написала и Марси в своем сообщении, что есть их очень большое количество. И они едят растения. Вот эти вот, которые божьи коровки называются с 28 точками. Они едят растения. И потом он мне пишет в конце, разве выращивать растения не весело? И смеется с меня. Он говорит, я тебе попробую объяснить на следующем нашем заседании более подробно. Ну, естественно, меня это все не покидало. И, как бы, началась переписка из Марси. Марси начала писать. Я, естественно, у меня был просто вообще непонятно что. И она, когда написала комментарий, вот я сейчас, как бы, вот так. Ну, вот это вот. Вот я написала ей комментарий, что есть... Есть, короче, хорошие, есть плохие. Ну, вот видите. И написано, что Австралия... 500 натуральных, ну, нейтив, сейчас, природных, как бы, божьих коровок, они очень прекрасные, помогают в огороде, как бы, ну, гарден, да, огород, можно сказать. То есть 500 природных, божьих коровок, которые great, которые прекрасные, помогают. Они, вот смотрите, борются с... Вот scale, да, scale inside, upfits. Я, честно говоря, не буду сейчас это все... Я не переводила их, вот эти вот все, но я увидела инсект, это все есть как... И вот есть хорошие, есть плохие, естественно. Марси мне, опять же, ответила, что вот, да, что вот мы вот иногда там confused, и что мы можем принимать там хороших за плохих, плохих за хороших. И что меня, как бы, натолкнуло на мысль, что вот... Что более 6 тысяч этих... Как бы насекомых описано. И я, естественно, начала, опять же, гуглить, начала искать, начала... Ну, конечно, когда вот... Ну вот, на жучков. Вот, то есть Марси пишет, что... То есть божьи коровки все равно похожи на божьи коровки. Да, на жучков, но не как на белый пушистый червец. Ну, то есть, естественно, мне стало обидно. И, естественно, мне стало, когда я видела растения, когда я видела цветы, когда я видела, что... И потом, естественно, когда уже его попросили этого дядечку, как бы, чтобы он объяснил все, потому что ни одна я была с такими вот сумасшедшими глазами, смотрела и не понимала вообще, что происходит. Он просто нам начал рассказывать, что это нереально, когда огромные теплицы, когда огромное количество растений обрабатывают все растения с... Там вода и метиловый спирт они добавляют. И, естественно, это все обрызгивать, это все. И, как бы, проще, проще разводить этих насекомых, которые будут просто бороться с скейлами, с щитовками с этими. И, конечно, ну вот опять же, я обхохотала, стела архоклуб разводит мучнистого червеца. А, естественно, Марси, конечно, мы их не разводим. Естественно, что я хочу это опровергнуть. И мы... Боже, упаси, чтобы у кого-то это было. Мы когда это видим, это, я не знаю, у меня, честно говоря, это просто, я не знаю, красный флаг. И я это все не люблю. Ну вот. Как бы я вот писала, что не целый... Я, как бы, человек один принес и, как бы, объяснил нам, и все нормально. Ну, естественно, я начала гуглить, начала смотреть, и что я, что я обнаружила, что я обнаружила. Вот. Так, подождите. Это не здесь, извините. Сейчас, ну вот. Вот, пожалуйста. Мэли Бак, Лайди Бёрд, Фэмили, Какие Неледаи. Это вот про то, что писала Марси, что их, как бы, более, там, 6000 видов и 500 видов, которые действительно помогают со скейлами, с насекомыми. И вот здесь написано, что, ну, как бы, эта информация, мы нашли ее в Брисбане, в Брисбанской эре, в нашей, то есть, эре. И вот это вот название этого насекомого. Криптолаемус монтроус. В общем, не буду я ломать язык. Я думаю, ну, в общем, этот дядечка, он мне, конечно, начал рассказывать, как оно выглядит. Но мне уже было, честно говоря, все равно, как оно выглядит, потому что я не верила ему, естественно, как и, наверное, многие, которые не поверили мне. Выглядят они вот так, вот эти насекомые. И что здесь тут же, опять же, написано, что этих божьих коровок, их просто разводят и их экспортят from Australia to United States в 1891 году to control a citrus мелобак. То есть, цитрусовые деревья, их завезли в Калифорнию, оказывается, в Австралии еще в 1891 году. Поэтому это, конечно... Так, что-то я еще хотела вам показать сейчас. А вот я их загуглила. И вот, вот вы видите, их цикл life. Как бы жизненный цикл этих мэлибакс. Вот, вы видите, она откладывает яйца, не знаю, хорошо видно или нет. Потом эти яйца превращаются вот в таких вот штучек страшных, конечно. Они выглядят белые и с такими ножками прекрасными. Я не знаю, или это действительно прямо вот этот. Но вот это вот я нашла. И я, честно говоря, ему верю на 99%. У меня, конечно, есть, конечно, какой-то процент сомнений, но я не думаю. Судя по его растениям, я не сказала бы, что его растения хотя бы на 1% страдают от каких-то насекомых или от каких-то, я не знаю, проблемы у них. То есть, я уверена, что из этих 500 видов хороших есть еще не все. Конечно, если вот мы загуглим божью коровку, божьих коровок, конечно, их, опять же, сумасшедшее количество. Честно говоря, я никогда не была какой-то ботаник или любитель этой всей живности, честно говоря. Но иногда, видите, иногда приходится в жизни что-то новое изучать. И, конечно, их очень много. Конечно, их life, опять же, жизненные периоды. Они выглядят все по-другому. Этот дядечка мне рассказывал, что они превращаются... Я не уверена, это я как бы показала конкретного, конкретно то, что у него... Он мне рассказывал, что они там с голубыми крылышками. Я не знаю, я не нашла никого с голубыми крылышками, но... То, что это разновидность... Этой... Господи, Lady Bird... В общем, у меня, честно говоря, Lady Beedle, Lady Bug, их, видите, их называют как хотите. Lady Bug, Lady Bird. Они всевозможны. Если их 6000 видов, то, конечно, я уверена, что... Я где-то видела даже, что если вот загуглить их там, допустим, для разведения, там написано даже Bug for Bugs. То есть их разводят специально, чтобы они просто, ну, поедали. И я уверена, что он, наверное, видит, когда у них проходит, наверное, жизненный цикл, они у него начинают летать. Понимаете? Поэтому это просто смешно. Ну, даже как бы мне думать, что у человека просто они пожизненно там сидят, все эти белые пушистые штучки на орхидеях. И никто не летает. И он просто так уверенно и спокойно всем рассказывает. И орхидеи у него в прекрасном состоянии. Поэтому, конечно, не хотелось бы мне... Где мой... Вот опять же я нашла свое видео и хочу даже еще раз показать. Вот посмотрите, на одном растении три цветоноса. Огромные, красивые цветы. Шикарный. Посмотрите на эту листву. Посмотрите на эти... Ну, как бы... У меня, у самой, честно говоря, на этом четыре цветоноса. Цветы точно так же шикарные, красивые. Ну, в общем, вот на этой ноте. Не знаю, не хочу никого обидеть. Не хочу обидеть ни наших членов клуба. Никого. У кого есть свое мнение. У меня тоже есть свое мнение. И я, конечно, точно так же, как и многие, были в шоке. Но, наверное, есть какие-то вещи, о которых мы не знаем. И если человек говорит, я не знаю. Я... Я верю. И когда находится еще 30 человек, Примерно около 30, не любителей орхидей, А люди, которые действительно отдали жизнь орхидеям, Которые просто там живут. Я склонна им верить. Поэтому, конечно, я буду еще с этим всем разбираться. И просто хотелось... Не люблю, честно говоря, вот эту переписку вести, Переписываться, кому-то что-то говорить. Потому что я сама, честно говоря, как и вы. Просто мне хотелось поделиться, Что принесли, какие орхидеи. Ну, и получилась вот такая вот билиберда, как говорится. Поэтому, конечно, хочется нам пышного цветения. Никаких насекомых, которые нас не будут радовать. Ну, в общем, на этой ноте хочу закончить. И надеюсь, я никого не обидела. И надеюсь, что я еще узнаю какую-то информацию. И, естественно, расскажу вам поподробнее. Спасибо всем. Пока-пока.